Сегодня в Карткиросе проводили очередную партию призывников. На сборный пункт в Емву отправились 9 ребят. Из Карткиросского района в этом году служить пойдут более 50 новобранцев. В основном они будут нести вахту в ракетных войсках, войсках военно-морского флота и ВДВ. Елена Кононова пожелала ребятам достойной службы. Паровоз в часах, прямо на границу. Так что ты, бартык, мы теперь солдаты. Будущих солдат провожают под современные солдатские песни и нетленные прощания славянки. Из Карткироса в армию отправляют 9 человек. Евгений Рыбалка мечтает об элитных войсках. В военкомате молодому человеку уже напророчили службу в разведке. Призер региональных международных чемпионатов по рукопашному бою надеется использовать свои спортивные навыки в службе. Ну, мы какие-нибудь там величины, например, как ВДВ или спецназ хотя бы. Чтобы набраться мужества, характера, физической подготовки для того, чтобы дальше продолжить свою карьеру спорта. Полковник в отставке родной дядя Евгений Александр Рыбалка уверен, его племянник готовый боец и гордость семьи. Офицер сам 25 лет прослужил АВДВ и отмечает, в их роду мужчины всегда считали службу в армии почетной. Его готовил больше отец мой, его дедушка. Он его натаскивал на охоту. Буквально он вернулся 6 дней назад с охоты 40 километров по тайге с ружьем, за лосями погоняться. Это многое значение. Так что он готов полностью к армии. Всего в 2013 году из Карткиросского района в армию призвали более 50 человек. По словам руководства местного комиссариата, все юноши военно-врачебную комиссию прошли без нареканий. Здоровье у них хоть завтра в бой. Сегодня у нас ребята ушли и для комбитования войсковых частей воздушно-десантных войск, военно-морского флота, сухопутных войск, ракетных войск стратегического назначения. Такие серьезные войска. Войска серьезные, да. И отбор жесткий, соответственно, и категория годности у ребят должна быть самая высокая. Перед дальней дорогой местный комиссариат вручил рекрутам памятки. В них указаны телефоны аппарата военных округов и военных прокуратур России. После прощания с родными и друзьями новобранцы отправились в Емву на сборный понт. Уже оттуда они разъедутся по воинским частям, где и будут нести службу. Елена Кононова, Георгий Горин, телеканал Юрган, Карткировский район.